Лифты в этом доме по улице Фруктова и в Нижегородском районе отработали 40 лет. Это на 15 больше нормативных сроков. За такое время эксплуатации с ними начались проблемы. Кабины стали неприглядны, ходовая часть начала барахлить. У нас на каждом этаже живут маленькие дети, а лифты старые, они отвратительно пахнут. Старые, неопрятные, крайне неэстетичные. Сейчас в этой девятиэтажке все лифтовое оборудование заменили на новое. По программе капитального ремонта комиссия ведет приемку перед официальным пуском. Поднимаемся в машинные помещения, смотрим комплектность, все ли они установили, все ли демонтировали. Если монтажная организация не выполняет работу в срок или делает это некачественно, в фонде разрывают контракт. Подрядчик, работающий на Фруктовой, рекомендован заводом производителя лифтового оборудования, так что с этой компанией проблем нет. Разные комиссии бывают, все по-разному, везде. На данном объекте все на 100% готово. В этом году требования безопасности ужесточились и теперь, прежде чем начать возить людей, лифт проходит множество технических испытаний. Сам контракт заключается на 122 дня. То есть в эти сроки проводится пусконаладочная работа. Затем вся исполнительная документация подрядчикам сдается в управляющую компанию. Управляющая компания производит следующее действие. Она страхует данный механизм и сдает данный механизм Ростехнадзора. Вот это как раз тот срок, который происходит, приемка этого лифта уже официально Ростехнадзором, который уже его запускает. Всего в этом году фонд планирует заменить 1000 лифтов. 835 в Нижнем Новгороде, 165 по области. Почти половина уже установлена и принята комиссией. Субтитры создавал DimaTorzok